Мы настолько уже устали. Или нас просто обманывают, или просто издеваются. Одно из двух. Отчаяние жителей дома номер 24 на второй огородной переросло в крик о помощи, который теперь видит весь город. Баннер «Спасите дом» повесили в конце апреля, после четырех лет борьбы за свое жилье. В подвал дома приходит вода. Жильцы уверены, вода попадает из-под земли под домом. Здесь затапливает не только подвал, но и технические помещения, электрощит. Вот это со стен уже бежит вода. Здесь такого не было. Вот это все со стен бежит вода. Вода течет из-под земли, труб и стен. Появляется плесень. Влага разрушает асфальт и фундамент. Пока еще микроскопически, если мы сейчас упустим время, а вы сегодня знаете, что сейчас уже май месяц, а у нас ничего еще не делается. Видите, с декабря месяца нам раскопали, а для чего раскопали, никто ничего не делает. Мы боимся, если будут какие-то небольшие толчки, мы просто уедем к ЖД вокзалу. Дома на второй огородной в новостных заголовках 2020 года. Все началось, когда после сильных дождей под ними вниз съехала парковка. Выглядит все максимально апокалиптично. Широкие разломы, внизу лежит забор. Он еще пару дней назад огораживал придомовую территорию. Фонарь тоже еле держится. Со склона периодически продолжает сыпаться грунт. Тогда там первый раз ввели режим ЧС. Подпорную стену город построил на свои средства, так как застройщик реставрации к этому времени уже обанкротился. Глава компании скрывается в Италии. Еще одна мера, которую предложили, чтобы спасти дома – ливневая канализация, чтобы грунтовые воды уходили. В 2022 году два тендера на постройку ливневки и укрепление склона выиграла компания КДСК, принадлежащая сыну известного красноярского застройщика Владимира Егорова Антону. Сроки КДСК сорвала. От незавершенных работ во дворе остались скопанные тротуары и брусчатка вместо кубиков в детской песочнице. Жители тем временем уверены – проблема не в грунтовых водах, а в канализационных. Якобы из-за проблем с коммуникациями в соседних домах вода приходит в их подвал. Коммунальщики с такой версией не согласны. Есть результаты анализов воды, что это вода грунтовая, то есть это подземная вода. Мы облуживаем все эти водоснабжения, в которых есть, в этой воде есть хлор. В той воде, которая у них в подвале, хлора нет. Это означает, что это вода подземно-природная. КДСК не обслуживает природную воду. Тем временем мэрия ищет нового подрядчика, который построит ливневую канализацию. Работы будущий исполнитель должен закончить в этом году. Процесс явно затянулся, но в мэрии успокаивают. Все под контролем. Все меры локального характера, которые возможны, они уже сделаны и продолжают делаться. То есть там ситуация не пущена на самотек. Там постоянно специалисты, они в контакте с жителями. Жители тоже знают, они и в чаты домовые добавлены, и постоянно поясняют. Но, судя по всему, пояснений жителям не хватило. Дом, который кричит, что его надо спасать, теперь новая достопримечательность тут городка. Ариана Тимпельна, Илья Сергеенко, Новости ТВК.